Заседание провел заместитель командира 10-го батальона Виталий Андреев. Майор полиции начал со статистики. Всего в 2018 году на территории обслуживания подразделения было зарегистрировано 14 ДТП с участием детей до 16 лет, в результате которых 16 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В дорожно-транспортных происшествиях также пострадали 4 подростка старше 16 лет, еще один погиб. Наиболее распространенным видом ДТП с участием несовершеннолетних является столкновение транспортных средств. На долю подобных аварий приходится 86% от общего числа дорожных происшествий с детьми. Основные ДТП, которые у нас происходят, это не столько дети-пешеходы, сколько дети, которые находятся в автомобиле, вместе с родителями, которые их перевозят. Это либо не пристегнутые ремнем безопасности, либо пристегнутые, но в несоответствии с правилами дорожного движения. В основном виновники это родители. В 2018 году сотрудники 10 батальона 1 полка ДПС Северный провели 50 рейдов детское кресло, 192 беседы по безопасности дорожного движения в детских садах, школах, колледжах и техникумах. Кроме того, инспекторы организовали 8 встреч в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ, а также 20 родительских собраний. Они рассказывали о правилах перевозки детей автотранспорта, необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, светоотражающих элементов. Вам просто необходим родительский патруль, дежурство родителей. Одно дело сотрудник ГИБДД указывает на неисполнение правил дорожного движения. Другое, когда родители, еще лучше с детьми, с тем же отрядом юных инспекторов движения, укажут родителю на неисполнение и, самое главное, на ту опасность, которая несет неисполнение правил. Сейчас в Одинцовском районе на пропаганду безопасности дорожного движения направлены колоссальные силы. Задача личного состава – выучить детьми ПДД, чтобы они руководствовались этими правилами в жизни. Нужно переходить дорогу каким образом? Сначала постоять, посмотреть, убедиться, что не едет машина. А мы же как? Здесь наушники, здесь капюшон, здесь телефон. Мы разговариваем и идем. Правила, они элементарные. Пусть родители еще раз расскажут деткам своим, когда можно, когда нельзя. Правильно? Конечно. Заместители директоров по безопасности образовательных учреждений приняли активное участие в работе круглого стола. Они поблагодарили личный состав, задали интересующие вопросы и договорились с инспекторами о сотрудничестве в решении общих задач. Мила Троссевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».